В честь этого ученого названы три астероида. Он делал величайшие открытия и занимался метеорными исследованиями в те времена, когда страна пыталась выжить после Второй мировой войны. 15 марта в Харьковском национальном университете радиоэлектроники прошел семинар памяти великого ученого Хнуре Кащеева Бориса Леонидовича. Думать не сегодняшним днем, а думать о будущем, наверное, великое призвание в ученом. Думать о том, что после тебя останется. Не думать, что сегодня нужно, а что должно быть впереди. И когда, конечно, начинал, я уверен, что он не знал, до чего это все доведет. И когда он создал самую мощную в мире лабораторию, насколько я понимаю, это было самое мощное в мире, по тем временам, которые могла исследовать фьюр радиосвязи, интервью, метеорные потоки, рассчитывать, смотреть, как оно все идет, это было действительно очень интересное, важное для любого ученого работа. Сегодняшний семинар будет посвящен этому великому ученому, ученому, именем которого названы планеты. В музее Хнуре состоялась выставка памяти ученого, на которой были представлены уникальные факты из его биографии, награды и документы, подтверждающие исследование. На выставку пришли те, кто знал Бориса Леонидовича, и люди, которые просто неравнодушны к величайшим исследованиям ученого. Борис Леонидович не любил громких слов о вас, и это был человек дела, давал всегда быстрые, четкие указания. Если с ним составлялась какая-то бумага, то это тоже было молниеносно, просто большое удовольствие было работать с ним. Он давал поручения, всегда посильные, и знал, как подобрать коллектив, знал, кому какое поручение дать. Сегодня, что сделано нашим университетом, это, конечно, большое дело, и спасибо большое гостям, которые приехали сюда, именно почтить своим присутствием, замечательную эту школу, таких людей единицы во всем мире. В семинаре участвовали ученые Харькова, Украины и других стран мира. Всего было представлено 32 доклада. С именем Бориса Леонидовича Кащеева связано основание и развитие радиометеорных исследований в Украине и весомые достижения кафедры ОРТ в этом направлении мирового уровня. И как отрадно слышать, что одно из самых великих открытий 20 века совершилось именно в Харьковском национальном университете радиоэлектроники.